Ну что ж, добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодня мы поговорим с вами о страховых взносах, как их нам снизить, потому что на сегодняшний день, конечно же, это ставка 30%, и даже с лишним. И поговорим мы с вами об этом в течение ближайшего часа академического. Фамилия моя Ганжа, зовут Людмила Юрьевна. Конечно же, данный семинар проводится в рамках учебного центра «Специалист», который является на сегодняшний день ведущим центром для подготовки профессионалов в области бухгалтерского учета компании 1С. И у нас проходит обучение более 4,5 тысяч ежегодно. В основе лежит уникальная программа подготовки бухгалтеров, признанная лучшей в Москве. И, конечно же, ценность специалистов, выпускаемых из нашего центра, говорит сама за себя, потому что есть и запросы от работодателей, и, соответственно, по подбору. И статистика портала HandHunter. Со знанием налогового учета бухгалтер востребован на 20% выше, нежели чем даже в 2017 году. Зачем мы проводим данный вебинар? Конечно же, для повышения вашей грамотности. И, соответственно, как грамотный бухгалтер вы можете принести очень много полезного на ваше предприятие, потому что у работодателей есть определенная задача, какая снижение налогового времени, соответственно, оптимизация всех процессов из-за этого. И дальше, по мере роста бизнеса, конечно же, должны быть определенные взгляды на те или иные направления, налоговая оптимизация. Необходимо быстренько с помощью анализа вовремя выявить проблемы на предприятии, и бухгалтер способен их помогать устранять. Кроме того, на основании текущих каких-либо показателей сможет привлечь в бизнес новых партнеров, новых средств, инвесторов и так далее. Итак, у нас заложена большая программа по прохождению курсов бухгалтерского учета. И сегодняшняя наша тема затрагивает два направления. Это налогообложение. Налогообложение у нас, конечно, есть курс, связанный с общей системой налогообложения, на котором мы разбираем НДС, налог на прибыль, все имущественные налоги, НДФЛ и страховые взносы. Также у нас есть курс, связанный со специальными режимами налогообложения. Знаете, что есть варианты, какие упрощенные системы налогообложения, да. И мы сегодня поговорим именно про снижение ставки страховых взносов, больше связано с определенным видом деятельности, с определенной системой налогообложения. Поэтому ориентироваться в налоговом кодексе вам помогут знания не только по общей системе налогообложения, но и, конечно, очень важно разбираться и в специальных налоговых режимах, чтобы вы могли предложить своему руководителю наиболее оптимальный вариант развития вашей компании. Кроме того, есть курс, еще у нас связанный с оптимизацией налогообложения. С удовольствием вас на него приглашаю. Читаю я его не так часто, но все равно мы проходим самые актуальные на данный момент вопросы, каким образом можно снизить налоговое бремя в той или иной сфере, в том или ином направлении развития бизнеса. Практические семинары также повышают квалификацию бухгалтера. У нас их несколько. Если считаете, что необходимо поправить свои знания, например, и более сильно глубоко уйти в изучение бухгалтерского учета, у нас есть курс, связанный с практиком по бухгалтерскому учету, мы все занятия только и делаем, что решаем задачи текущие и, соответственно, разбираем ситуации определенные и как нам поступать в том или ином вопросе. Также есть практикум по налогообложению, на котором мы решаем задачи и заполняем декларации по всем налогам абсолютно. То есть там нет теории, там идет только решение задач. Кроме того, любимая всеми 18-е ПБУ и практикум по его применению. Очень интересный курс, который называется «Главный бухгалтер управления бухгалтерией». Это уже больше менеджерские вопросы, связанные, как организовать работу бухгалтерии, чтобы у вас был дружный коллектив, который помогает, опять же, двигаться предприятию вперед. Ну и стресс-менеджмент. Работа наша вся стресс сплошной, поэтому как его нам преодолеть, сможем эти вопросы с вами разобрать. Все программы разработаны на основе профстандартов Министерства труда. И, конечно же, они обязательны для применения большинства работодателей. Ну и вы, как специалисты, должны понимать, что вам обязательно нужно повышать квалификацию. Это дополнительный бонус для трудоустройства и прохождения аттестации на рабочем месте. Ну а тот курс, который сегодня мы часть разберем из этого курса – «Налогообложение 2018. Введение налогового учета и проблем и их решение», этот курс в ближайшее время тоже, в общем-то, стартует у нас в нашем центре. Так что же нам поможет сэкономить на взносах за сотрудников? Если мы обратимся к налоговому кодексу 34 главе, которая у нас уже второй год работает, мы видим ставки по взносам, которые превращаются в цифру 30%. Это сумма страховых взносов, которые нужно заплатить с заработной платы каждого вашего работника. 22% оплачиваются на пенсионное страхование, 5,1% на медицинское страхование, 2,9% на страхование от болезни в связи с беременностью. Кроме того, есть еще взносы на травматизм, но там, в общем-то, оптимизировать нам нечего. Если у вас есть вид деятельности какой-то, то, соответственно, вы каждый год его подтверждаете, вам присваивается класс профессионального риска, и взносы уплачиваете по тарифу, исходя из класса профессионального риска. Даже если есть льготы по остальным взносам, вам придется этот взнос платить в том формате, в котором вы ведете деятельность. Здесь уйти нельзя только либо поменять свою деятельность с полетов в космос, как я шучу всегда, до продажа мороженого. Торговать мороженым гораздо безопаснее, нежели чем выполнять, например, строительно-монтажные высотные работы. Итак, первая ситуация, которую мы разберем, индивидуальный предприниматель на патенте. Индивидуальный предприниматель на патенте платит за своих сотрудников только 20% взносов на пенсионное страхование. На медицинское и социальное страхование взносы не перечисляются. Эту льготу нам предоставляет подпункт 9 пункта 1 статьи 427 Налогового кодекса. Помните, что патентная система у нас возможна только для индивидуального предпринимателя. Для ООО, не говоря уже даже ООО, данный вариант не приемлем. Только индивидуальный предприниматель. Поэтому, конечно же, можно воспользоваться данной льготой и организовать взаимосвязи на вашем предприятии таким образом, что, возможно, какие-то виды работы у вас будут выполнять индивидуальные предприниматели, те люди, которые на сегодняшний день, возможно, у вас трудятся по трудовому контракту. Возможно, они будут осуществлять свои работы или услуги, используя индивидуальное предпринимательство и покупая соответствующий патент. Льготы не действуют, если вы сдаете недвижимость в аренду, занимаетесь розничной торговлей или общепитом. Для этих бизнесов взносы считаются по общим ставкам. Платить взносы по низкой ставке можно только с зарплат сотрудников, которые заняты в бизнесе на патенте. Итак, если у нас, например, есть образовательная деятельность, можно купить патентом. Школьное образование, школьное для взрослых. Или же надо просто посмотреть разные виды деятельности, и вы можете купить патент на год, к примеру. И независимо от того, какой будет годовой доход, вы заплатите страховые взносы по определенной ставке. Например, есть у вас парикмахерская на патенте и магазин на упрощенной системе налогообложения. С зарплаты парикмахеров вы платите взносы по ставке 20%, потому что они заняты именно в патентном бизнесе. А с зарплаты продавцов магазина будет ставка 30% для страховых взносов. Чтобы применить эту льготу, не нужно подавать заявление или получать разрешение из налоговой инспекции. Просто считаем взносы по нижней ставке, но при этом сдаем отчет по страховым взносам, расчет страховых взносов, и в отчете указываем код 12. То есть люди там должны быть оформлены как ИП? Нет, не люди там должны быть оформлены как ИП. Да, руководитель. Собственник бизнеса, он индивидуальный предприниматель, который купил патент, соответственно. Если компания находится на упрощенной системе налогообложения, тоже возможны льготные ставки, и мы сейчас поподробнее эту ситуацию тоже с вами разберем. Во-первых, компании на УСН надо определиться, есть ли наемные работники, да или нет. Если это ИП, у него нет наемных сотрудников, помним, что ставки, которые мы сейчас будем обсуждать, применяются только для расчета взносов за работников. На ИП учредители они не распространяются. Если же есть наемные сотрудники, мы далее посмотрим сейчас 30 видов деятельности по АКВЭД соответствующим, разберем критерии, по которым нам нужно работать. То есть оборот по этим видам деятельности должен быть больше 70% от общего оборота, который у вас есть на предприятии. И если это все совпадает, вы можете рассчитывать сразу же на пониженную ставку и платить 20% вместо 30% страховых сносов. Если же у вас ответ на это нет, то есть не тот вид деятельности или оборот не 70%, то вы не можете применить льготу при упрощенной системе. Но если вы сельхозпроизводитель, IT-компания, применяете патентную систему или ИП-фармацевт, вы можете рассчитывать на другую пониженную ставку. Вот эти моменты мы сейчас с вами и разберем. Итак, под пункт 5 пункта 1 статьи 427 рассказывает про льготы для некоторых видов бизнеса ИП и ООО на упрощенной системой налогообложения. С ней, с этой системой мы заплатим 20% взносов на пенсионное страхование, на медицинское и социальное платить страховые взносы не нужно. Итак, я пыталась уместить их мелким-мелким шрифтом, но все равно они не уместились далеко-далеко. То есть налоговый кодекс всегда с нами, поэтому можно будет просмотреть. Коды АКВЭД. Не знаю, что вам там видно или не видно. Здесь, к примеру, есть производство пищевых продуктов. Производство одежды, текстильных изделий и так далее. То есть очень много видов производства видно. С 2010 года по 1933. Дальше идет ремонт, монтаж машин, оборудование, сбор и обработка сточных вод. Дальше тут работы строительные, специализированные. Строительство инженерных сооружений, зданий. Торговля розничная лекарственными средствами в специальных магазинах, то есть в аптеках. Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах. Деятельность водного транспорта, воздушного транспорта, складское хозяйство, производство кинофильмов, деятельность в области телевизионного и радиовещания, сфер телекоммуникации, информационных технологий и так далее. Там еще есть туристические, ветеринарная деятельность, образование, деятельность в области здравоохранения, культуры и искусства, спорт, деятельность фитнес-центра, ремонт компьютеров и деятельность по предоставлению прочих персональных услуг. То есть если у вас есть хоть какой-то вид деятельности, который перечислен под пунктом 5, пункта 1 статьи 427, или же вы что-то близкое делаете, вы всегда можете порекомендовать вашему работодателю посмотреть в эту сторону. С какой целью? С целью снижения налогового времени, связанного со страховыми взносами на оплату. Итак, про условия, которые обязательно должны быть выполнены, чтобы эта льгота была применена. Еще раз повторю, доля доходов от льготной деятельности должна быть не меньше 70% в общей сумме доходов. То есть если ваша компания зарабатывает 10 миллионов в год, ну небольшая цифра, ну допустим, то 7 миллионов должны быть от деятельности, которую мы сейчас с вами зачитывали. Годовые доходы не должны превышать 79 миллионов рублей. Это предельная величина. Это не значит, что вы потеряете право на ОСН. На ОСН у нас там 150 миллионов, да, критерий. Вот, а это именно для применения льготы. Вы можете платить взносы по низким тарифам с самого начала года. Главное, чтобы по итогам периода, в котором начали применять льготу, квартал, полугодие, 9 месяцев, вы получили от льготной деятельности минимум 70% дохода. Получается, если вы в начале года не уверены, что получите нужный доход, начинать использование льготы не стоит. Да, если с начала года вы платили взносы по общему тарифу, а потом выяснилось, что у вас все-таки право на льготу есть, вы можете пересчитать взносы по льготному тарифу с начала года. Но какой у нас выход для этого? Подать уточненные, корректирующие отчеты, да, корректировки с данных уже в этом году отчетов. То есть лучшее что сделать? Сначала платить по большему тарифу, потом сориентироваться в объемах и сдать корректировки. Также важно выполнить условия о доле дохода по итогам года. Если окажется, что от льготной деятельности вы получили меньше 70%, тогда вам наоборот придется пересчитать взносы по общему тарифу с начала года, доплатить недостающую сумму, откорректировать данные отчеты, ну и как следствие, конечно же, появится пеня. Главное это сделать все пересчет до появления налоговой на горизонте. То есть чтобы не они установили сей факт, а вы контролировали объемы и смогли вовремя сделать перерасчет. То есть у вас два пути и оба возможны. Либо идти сразу и платить меньше, либо платить больше, а потом пересчитывать. Что нужно сделать бухгалтеру для того, чтобы воспользоваться этой льготой, чтобы налоговики не придрались? Чтобы заявить о этой льготе, вам в расчете по страховым взносам нужно заполнить специальное приложение. Для этой цели прочитайте приказ Федеральной налоговой службы от 10 октября 2016 года номер ММВ-7-11-551 СОБАКО. Зафиксируйте себе этот номер, потому что здесь очень подробно расписано все, что потребует налоговая инспекция для подтверждения данной льготы. Затем налоговики на камеральной проверке расчета вправе потребовать документы, которые подтверждают ваше право на пониженный тариф. Думаю, что расчеты вы сделать сможете, показать объемы выручки по видам деятельности сможете. Соответственно, не превышение выручки за определенный объем тоже подтвердить несложно. Записали номер. На что мы обращаем внимание? Первое. Код АКВЭД, который прописан в статье 427. Если у вас АКВЭД был в редакции первой, то мы, конечно же, переходим на новое АКВЭД и указываем новую редакцию в соответствии с теми форматами, которые там прописаны в новом классификаторе АКВЭД-2. По заявленному виду экономической деятельности обороты должны быть больше 70%. И обратите внимание, тогда страховые взносы вы будете по всем сотрудникам платить 20%. Независимо от того, работает сотрудник в этом виде деятельности или не работает. Я подведу некие такие сравнительные показатели. Помните, мы сейчас говорили про ИП на патенте. Там было критично, где заняты сотрудники. Если мы говорим про льготу, которая сейчас про ООО и ИП по видам деятельности, то если вид деятельности занимает в общем обороте больше 70%, то зарплаты всех сотрудников вы оплачиваете 20%, даже если они в этом виде деятельности не заняты. Разницу услышали. Общий оборот, повторюсь, не должен быть больше 79 миллионов рублей в год. Не сравнивайте с критериями 150 миллионов для предельной величины для ОСН, просто для именно льготы. Налоговики имеют право потребовать документы эти все на основании 81 статьи, которые прописаны правил проведения проверки встречной по льготу, по подтверждению льготы и по камеральной проверке, соответственно. Еще одна тема, которую тоже хотелось бы затронуть, это аккредитованные IT-компании. Компании ООО и размер страховых взносов будет составлять всего лишь 14%. 8% на пенсионное страхование, 4% на медицинское и 2% на социальное страхование. Вместо 22, 5,1 и 2,9 соответственно. Льготу эту устанавливают под пункт 3 пункта 1 статьи 427 Налогового кодекса. Организации, которые существуют уже не первый год, могут применять эту пониженную ставку взносов с 1 января, если у них есть аккредитация, и по итогам 9 месяцев прошлого года выполнены условия о числе сотрудников и размере доходов. Если же ООО было открыто недавно, льготу можно применять с начала того месяца, в котором вы получили аккредитацию, если остальные требования выполняются. Прежде чем воспользоваться льготой, убедитесь, что по итогам квартала, полугодия и 9 месяцев, и в целом по итогам года, вы точно попадаете в соответствие по объему доходов и числу сотрудников. Иначе применение льготы лучше откладывать. Может быть пройдет дробление бизнеса, может быть выделение бизнеса на два вида деятельности в разных ООО. Но только помните, что дробление бизнеса нынче как-то не очень сильно приветствуется со стороны налоговой инспекции, и соответственно 54.1 статьям ими активно в этом вопросе прорабатывается. У них совершенно новый подход к проверкам, новый подход к регистрации новых компаний одними и теми же учредителями. Прежде чем зарегистрировать компанию, учредитель вызывается на допрос, как они это называют, они сами так называют эту процедуру, и с тщательностью его спрашивают, а с какой целью он собирается открывать дополнительную компанию. Здесь, конечно же, это немножко не тема сегодняшнего вебинара, но я всегда предупреждаю слушателей, чтобы поговорили с своим работодателем. Не должно звучать снижение налогов целью открытия бизнеса, деления бизнеса, выделения деятельности в отдельную компанию и так далее. Должно звучать там разные клиенты, разные команды, разные уровни потребителей, разные услуги, все что угодно, но только не налоговая экономия. Условия для получения льготы. Про IT-компании. Самостоятельно разрабатываем, продаем компьютерные программы, базы данных, оказываем услуги по разработке, адаптации, модификации программы, баз данных, а также устанавливаем, тестируем и сопровождаем эти программные продукты. Думаю, да, потому что, да, разработка, продажа, да, соответственно, база данных, услуга разработка, адаптация, модификации, то есть как раз. Думаю, что компания 1С тоже, да, наверное. Что касается численности, среднесписочная численность сотрудников не меньше 7 человек. Для действующих компаний определяется по итогам 9 месяцев предыдущего года, для новых ферм по итогам квартал, полугодия или 9 месяцев, с того момента, как начали применять льготу. Ну и есть требования о получении свидетельства о государственной аккредитации в области информационных технологий, выданные Минкомсвязи по заявлению. По заявлению, аккредитация выдается в течение месяца, 30 дней. Кроме того, доход от IT-деятельности должен быть не меньше 90% от суммы общего дохода. То есть, опять же, подразумевается, что будут другие виды деятельности, не только те, которые перечислены в первом пункте. Доля дохода определяется по тем же правилам, что и численность сотрудников. Для уже существующих организаций по итогам 9 месяцев предыдущего года, а первый год новой компании по итогам квартала, полугодия или 9 месяцев соответственно. Как предпринимателям на упрощенке начать применение этой льготы? Ну, или же компании, которая на упрощенной системе находится. В этом случае подавать заявление в налоговую инспекцию или получать разрешение не нужно. Как только появляется право на льготу, можно пересчитать взносы сразу же по сниженным ставкам и перечислять меньшую сумму в налоговую инспекцию. Для того, чтобы перейти на упрощенную систему, вы обязаны подать заявление. Но когда вы пользуетесь какой-то льготой по какому-либо основанию, мы никаких заявлений не подаем, а потом при проведении камеральной проверки они запрашивают у нас документы, подтверждающие право на льготу. Здесь же у нас в декларации с вами, не в декларации, а в расчете по страховым сносам мы заполняем специальный раздел, по которому налоговая узнает о нашей льготе. Подтверждать к отчету документы, подтверждающие прилагать, не нужно. Еще раз повторю, что налоговая при проведении камеральной проверки может их запросить. Могут попросить книгу учета доходов и расходов для подтверждения соответствия доли доходов по льготному виду деятельности. Или же документы по сделкам, чтобы проверить соответствие вашего бизнеса заявленному виду деятельности. Понятное дело, что если вы будете продавать лицензии как агент от компании, например, 1С или Касперский, то в этом случае, конечно же, это совсем не ваша тема, и льготой пользоваться вашей компанией не может. Ну и еще некоторые льготы, которые тоже у нас прописаны в 427 статье. Первое мы с вами разобрали. Также 20% это ставка по страховым взносам для аптек и ИП с фармацевтической лицензией, которые работают на ЕНВД. Единый налог на умененный доход в Москве у нас как-то отсутствует, не присутствует. Но выехав в замкат, ну, наверное, не сразу выехав в замкат, а все-таки попав в Московскую область, мы можем столкнуться с данным видом системы налогообложения. И опять же, в своих лекциях по оптимизации предлагаю всегда открыть главное предприятие в том регионе, в котором данный вид деятельности существует. Всегда настоятельно рекомендую его просмотреть, потому что очень выгодный для снижения налогов в бюджет. 20% ставка страховых взносов для благотворительных организаций на упрощенной системе. Интересная тема Сколково, который платит очень мало налогов, и в частности 14% платят страховых взносов, налог на прибыль у них ноль, НДС они не платят, осталось только туда проникнуть. Стать участником этого проекта, соответственно. Нет, никто строит Сколково, а кто участвует в научных разработках, конечно. 14% ставка для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые заключили соглашение о технико-внедренческой или туристской рекреационной деятельности. Тоже большое значение государство уделяет развитию отдельных регионов, и каждый год публикуют регионы с пониженными ставками. Конечно же, надо держать руку на пульсе, и имеет смысл продвигать бизнес в этом направлении. Конечно, налоговые тех регионов не очень жаждут, чтобы деньги уходили в другие регионы, а чтобы пополнялись их именно бюджет. Но можно изучить, по крайней мере, законодательство данного региона, местности, и, соответственно, очень сильно снизить свои налоги. Если же сейчас очень активно развивается экономическая зона в Крыму, и направлены большие силы на свободный порт Владивосток, там у них тоже и по налогу на прибыль, и по НДС, и по страховым сносам, посмотрите, ставка всего 7,6. А вопрос, это получается что, открывать компанию в Крыму и любой вид деятельности? Да. Серьезно, да? Вообще любой. Хорошо, а если головная в офисе в Крыму, а, допустим, работа в Москве, в том числе, здесь? Ну, я вам уже только что сказала, что они, конечно же, что, будут против, потому что налоговая не очень приветствует местное, да? Но, опять же, многие компании решают эти вопросы, да, подают отчетность в ТУ и платят налоги туда, соответственно, все, несмотря на то, что работают в разных регионах. Это возможно? 14% страховые взносы оплачивают хозяйственные общества и партнерства на ОСН, которые внедряют результаты интеллектуальной деятельности и которые созданы бюджетными учреждениями. 0% ставка при выдаче зарплаты членам экипажей судов. Ну, не знаю, все ли здесь у нас присутствующие работают в компании, у которой есть суда, соответственно. В каждой главе налогового кодекса, по каждому налогу есть льготы. Если проштудировать его, вот этот вот замечательный документ, и прописать все возможности для развития вашей компании, обсудить это с руководством, то цены вам, конечно же, не будет. Важно внести это в учредительный документ, перечислить какие-то деятельности, например, и где-то протянуть за уши хоть где-то на 70% отводить какую-то компанию, как-то слипить из-за этого. В учетной политике. Сегодня я вас приглашаю на курс налогообложения, который у меня стартует буквально совсем вот скоро, 17 июня по воскресеньям, и 28 июня вечер, вторник, четверг и понедельник. Понедельник, вторник, четверг. Мы тему страховые взносы обязательно разберем там очень подробно, поговорим и про общую систему налогообложения. Ну а также, конечно же, все ваши вопросы, которые я сегодня услышала, они идут из курса оптимизации налогообложения. Туда я вас тоже приглашаю, потому что там мы разбираем просто кладезь всякой информации. Это все вы можете узнать у администраторов, соответственно. А сегодня я заканчиваю свое выступление и очень благодарна, что вы пришли. Продолжение следует...